Здраво, будьте люди добрые! Мы готовимся к началу нашего прямого эфира. Я Кудбаюна, 109-го царства государства из Колосвета. Приветствую доктора Валерия Владимировича Синельникова. И мы сейчас будем выходить в эфир. Как всегда, это очень интересно. В эфир с гостем. Весна высняя, весело всем, весело всем. Весна высняя. Да, ребята, так это все не просто. Весело во всем еще раз пробуем. Весима высшая, равно весее. Вот. Всем здравия, здравия. Ура, ура, ура. Ура, ура. Всем привет. Всем приветствуем. Приветствуем Колосвету. Колосветоча. Светоч приветствует Колосвет. Колосветоч на связи. Дорогие друзья, в этот раз мы с доктором Синельниковым достаточно быстро включились в прямом эфире. И поэтому радостно приветствуем всех, кто присоединяется. Видим, у нас уже и Хакасия нам машет. И сейчас, я думаю, так вот вся страна потихонечку к нам будет присоединяться. Итак, мы сегодня с вами говорим о нашем открытом славянском университете, который состоится в этнокультурном в центре Светоч, Крым, гости к доктору Валерию Владимировичу Синельникову. Мы приглашаем с 9 по 18 августа этого года. Когда этот эфир будет выложен в сетях, там будет подробная ссылочка указана. И вы все будете знать, как записаться на наше замечательное мероприятие. Валерий Владимирович, ну вот чуть-чуть давайте, наверное, расскажем всё-таки, как мы вот так вот уже давно с вами творим это замечательное пространство света открытого славянского университета. Прямо говорю в рифму. Прямо стихами. Да, прям стихами. Да, ну мы уже много лет сотрудничаем, да, творим вместе новую реальность с колосветом. Да. Вот, и на нашей, скажем так, площадке, в нашем пространстве светоча проходит, сначала это был, как назывался, славянский университет, ой, сначала фестиваль славянский, да, сейчас открытый славянский университет. И к нам приезжают вот Ольга Александровна Торопова, Володя Егоров. Да. И вся команда колосвета в своём полном составе практически приезжает в Крым. И для нас это такое событие очень большое, потому что их оттуда из деревни только на Камчатку можно вытащить. Вот, Крым они зимой игнорируют, но летом, да, летом к нам приезжают. Вот, поэтому мы с нетерпением ждём, мы готовим сейчас светоч, там у нас в саду ведутся, на огороде активные работы, уже картошку посадили. Так что уже 1 мая будет своя картошка, там ещё у нашего садовника на подоконниках там рассада полностью, всё уже там, в общем, готовим сейчас теплицу высаживать, готовим полностью пространство. Так что с нетерпением ждём и надеемся, что в этом году, ну и не только надеемся, а знаем уже, что в этом году будет немножко новая программа. Как раз вот Володя готовит очень интересную программу по нашим богам-предкам с таким сопровождением, как театральным и, ну, театрализованным и музыкальным. Ну, я думаю, об этом он сам расскажет более подробно, что там ждёт нового в этом году. Ну, для нас это всегда такое событие очень наполненное, интересное, потому что такое погружение идёт в традицию, в обрядовую деятельность. И на самом деле это, ну, действительно, так очень благоприятно для тех, кто участвует в этом действии. Да, я сердечно благодарю Валерий Владимирович за тёплые слова. Большой привет всему вашему благородному семейству Людмиле Анатольевне. Передам, благодарю. Такое вот у нас появилось даже название «Колосветоч», потому что действительно мы творим совместно эту реальность, реальность света, реальность солнца. И именно в «Светоче» состоялась первая такая мистерия, солнечная мистерия по влевсовой книге. Это было такое очень красочное действие, в котором принимали участие все участники нашего открытого славянского университета. И эта традиция, конечно же, продолжится, но она усилится. Мы можем сказать, что всё время открытого славянского университета, которое будет в этом году, это будет просто сплошная мистерия света. И мы будем погружены в понимание, осознание образов наших богов, которые охраняют нашу жизнь и явлены в светоче с четырёх сторон. Это световид, перун, велес и дождь бог. И это будет не просто сухая лекция, это будет музыкальное погружение. Оно будет сопровождаться рунами, то есть оно будет таким очень объёмным. И, конечно же, это очень здорово, потому что опять у нас будет дубравушка, и мы сделаем больше совместных мероприятий. Если говорить кратко, то программа обновлена в этом году, и, тем не менее, сохранена традиция. То есть у нас будет лад каждого дня, встреча солнца, но в этот раз я приеду с гусельками, и такой гуслярный мелодичный звон будет настраивать всех на встречу. Володя уже гусля освоил, да? Ну, и до освоения ещё, наверное, далеко, но всё-таки побринкать как кот вот так вот лапками я смогу. Звуки сами по себе очень гармоничные, очень ладные, очень приятные. Затем мы, конечно же, также будем творить мистерию мечты в этом году, солнечной мечты, которая соединит весь годовой цикл. И поэтому будут занятия, как мы и думали, такие углублённые по хороводам, по пениям, по народным ремёстрам. То есть это всё у нас сохраняется. Обязательно мы повторим наш такой музыкальный вечер на воде. Это какое-то было удивительное у нас всё. Да, это удивительное зрелище такое, необычное, конечно. Необычное очень зрелище, которое даже вот и на плёнку не снимешь, и диска не выпустишь. Это вот все, кто приедет в Светоч, кто ощутит силу, силу, красоту, гармонию, благородство этого удивительного места, волшебного места. Вот там вы ощутите и особую музыку Светоча. У нас Ольга Александровна, руководитель этнокультурного центра «Колосвет», будет читать лекции по основным законам космогония. Я напоминаю, что вместе с Валерием Владимировичем Синейниковым мы постоянно участвуем в конференциях по русскому космизму, всероссийских конференций и конференциях. И тема основных законов космоса, она будет переплетена с традицией. У нас будет также обряд народной коши. Потом мы раскроем тайну, кто ещё не был в Светоче, что именно в Светоче и в Колосвете существует сворожий круг. И там на рассвете можно будет обрести равновесие в четырёх кругах стихий, насладиться светом Солнца, а ещё сворожий круг Светоче, он является собой соединением с сакральными местами силы Индии. Потому что вот в предыдущий год в Светоче побывали профессора из Индии, профессора санскрита, профессор Махешваран, и это сотрудничество продолжается. И мы стараемся в нашем открытом Славянском университете показать единство народов мира. И об этом также будет специально уделено этому много внимания. И, конечно же, как всегда, у нас будут вечёрки, будет благостное пение и программа для детей «Дубравушка». Это наша гордость «Дубравушка», это замечательная такая наша инициатива, когда дети погружены в традицию. И у нас, наверное, Валерий Владимирович, будет опять две группы. Младшая группа и, как говорится, старшая. Ну да, как обычно, да. Как обычно. Поэтому приезжайте с внуками, с сыновьями, с дочками, приезжайте с внучками. Мы всем очень рады. Все будут не просто заняты, а все будут окружены теплом, заботой о землетавре древней. И та программа, которую мы предлагаем, она насыщена. Конечно же, у нас обязательно будут обряды в святых местах Эднокультурного центра Светоча. Ну, все знают, что мы занимаемся исторической реконструкцией, скажем прямо. То есть вот по крохам собираем вот этот материал, и наши слушатели смогут погрузиться в атмосферу древних славянских обрядов, древних славянских праздников. Я вот тут добавлю, что на самом деле участие в таких праздниках, обрядах очень благоприятно для гармонизации тонкого тела человека и для гармонизации пространства всего рода. Вот я недавно проводил семинар «Сила рода» в Санкт-Петербурге, до этого еще в конце 2018 года в Москве. И мы как раз обсуждали там вот эту тему, как человеку наполнится «Силой рода», как открыть вот этот поток этой силы, потому что на самом деле у каждого, так если образно выразиться, со спиной, да, есть два крыла, и крыло по материнской линии, да, и по отцовской линии крыло рода. И вот эта птица рода на самом деле обладает очень большой силой, и нужно и важно открыть потоки вот этой энергии, то есть включить в себя вот эти ручейки родовой силы, энергии, чтобы они потоком влились в нашу жизнь и помогали нам творить вот эту прекрасную свою реальность, да, и нашу общую коллективную реальность на благо и своего развития, на благо всего мира. Поэтому само, скажем так, участие, даже те, кто уже были на университете, да, у нас на этой программе, понятно, что что-то каждый год повторяется, что-то будет новое, но вот такое живое участие в обрядах, оно действительно очень важно именно для раскрытия родовой силы, энергии, для пробуждения родовой памяти, да и вообще пообщаться с хорошими людьми. Это дорогого стоит, скажем так. Да, да, круг родичей. Ладный круг родичей. Вообще очень здорово, если люди добрые до открытого Славянского университета вы посетите именно базовые семинары, если вы еще их не посещали доктора Синельникова, потому что это поможет вам более глубоко разобраться не только со своим сознанием, но и с подсознанием. И я бы, конечно, еще предложил перед тем, как вы поедете к нам на открытый Славянский университет, заходить к нам, вот, в Колосвет и к Валерию Владимировичу на наши электронные средства информации. Ну, так, сейчас вот такая особенность времени, что можно поучиться, как говорится, набраться мудрости. И мы предлагаем большое количество и вот вебинаров Валерия Владимировича, и курсов, и вот канал «Сказы, кота, боюна и сколоски». Да, вот я хотел особо отметить вот этот проект «Сказы, кота и боюна». Ну, это просто, ну, скажем так, чудо. Да? Да, заходите. Это сказочное второе. Мы поведаем вам о нашем Светоче. Там очень сейчас есть замечательный фильм, как раз показывающий жизнь Дубравушки, Светоче, и много материалов по русскому космизму. Но самое главное то, что мы уже сейчас на наших информационных порталах ведем обучение. То есть вот сейчас, пожалуйста, можете зайти ко мне в контакт и посмотреть, там есть группа, как провести ладодение дома. Потому что мы с Валерий Владимировичем как раз в преддверии весеннего равноденствия, очень важного дня, начинающего потока живы, проводим этот эфир. И будем с вами вместе небо родное славить, хороводы водить. И вот я бы хотел все-таки еще раз спросить, вот, Валерий Владимирович, вы уже ответили на этот вопрос. То есть насколько важно для сознания человека, для вот в плане психологической, вообще в плане психологической помощи в нормализации семейных отношений традиции, родная традиция. Почему мы с вами этим занимаемся? Ну, я попробую еще с другой стороны сказать, что вообще родная традиция, она создавалась в соответствии с природными циклами. То есть она природа целесообразна. И как мы знаем, в природе ничего не бывает лишнего, ничего не бывает случайного или просто так. И, соответственно, наши предки, они жили в гармонии с этими природными космическими ритмами, солнечными ритмами. И вот празднование, допустим, тех же космических, солнечных основных праздников действительно очень важно и гармонизирует энергии внутри человека. То есть мы знаем, что то, что внутри, то и снаружи. То есть человеческое тело, оно, скажем, повторяет космические определенные процессы, которые происходят в космосе. То есть важно, чтобы наши внутренние процессы были созвучны с тем, что происходит в природе, с тем, что происходит в пространстве вокруг нас, с окружающим миром гармоничным. Поэтому участие в таких праздниках, в таких действиях, они действительно важны, они нужны каждому и способствуют правильной настройке человека. То есть мы говорим, что здоровый человек — это человек, который живёт в гармонии с собой и с окружающим миром. Соответственно, нужно жить в гармонии не только со своими мыслями, но и с теми процессами, которые происходят в природе. И мы это все прекрасно чувствуем. Вот начинается весна, да? Мы чувствуем, как становятся более активными. Молодёжь вообще очень сильно активная становится. Мы-то уже, скажем, нам так уже активничать не нужно, да? Нам на уровне сознания можно активничать. Но природа просыпается, и какие-то силы, энергии внутри человека каждого просыпаются. И поэтому, настраиваясь вот на этот лад, на эти вот процессы, которые происходят в природе, в космосе, мы тем самым достигаем определённого состояния внутренней гармонии. И как раз вот, проходя через эти основные солнечные праздники, мы тем самым творим лад в своей жизни. Ну вот, вот как-то так. Да, и этот лад нашей жизни, он, конечно же, даёт лад народа, лад природы, и в итоге лад всей планеты. Поэтому у нас обязательно на открытом Славянском университете есть вот этот обряд творения новой реальности, который мы приближаем своими действиями. Ну что же, дорогие родичи, мы рады, что вы с нами в прямом эфире. Напоминаю, что открытый Славянский университет состоит с 9 по 18 августа 2019 года, то есть этот год, август, с 9 по 18 августа открытый Славянский университет распахнёт свои врата в мир древних знаний, в мир вечной традиции, в мир солнечной радости. Мы будем подробно рассказывать в группе доктора Синенникова ВКонтакте. Пожалуйста, заходите туда, регистрируйтесь о тех мероприятиях, которые нас ожидают. То есть не ограничиться сегодняшним эфиром. Я с большой радостью тоже с колосветцами, с колосветочами будем выходить со Светланой, с Алексеем, с Олегом в эти эфиры, чтобы анонсировать наши действия, программы, которые там будут. Не забывайте, конечно же, правильно, всей семьёй провести День весеннего равноденствия. Мы, надеюсь, все с Валерием Владимировичем как-то подтолкнули вас к такому, потому что нужно, чтобы вся семья ходила в солнечный ритм праздников. И, ну вот, ждём, ждём вас в гости, дорогие родичи. Когда эта программа появится в социальных сетях, там будет подробно описано, куда, каким образом и как зарегистрироваться в открытый Славянский университет. Ну, в принципе, на сайте уже есть вся подробная информация, можно прям на сайте регистрироваться. Да, уже можно заходить на сайт и бронировать места, потому что это удивительное место, все мы знаем, какое оно замечательное, оно очень ждёт нас, и мы тоже очень ждём, мы вот очень радуемся, что Валерий Владимирович, он так вот всегда трепетно относится к нашему приезду, нашего колхоза, нашего этнокультурного центра Колосвет, которым руководит Ольга Александровна Торопова. Это как раз семинары по магии вечности, которые проводятся в Колосвете. То есть мы призываем ещё до открытого Славянского университета посетить наши благословенные места в Таврии, в Мажанье. Ну вот, наверное, вот у меня как-то всё, потому что я говорить могу долго и много, но самое главное, вот что мы продолжаем, это уже много лет, мне кажется, Валерий Владимирович, мы где-то лет, начиная с Тархампута, то есть уже лет, наверное... Ну семь, по-моему, точно. Семь точно, то есть у нас уже семь лет, это уже в общем инициация, уже переход, можно сказать, во взрослую жизнь. Ну да. Вот, так что есть что сказать, Валерий Владимирович? Ну, в принципе, мы всех ждём, ждём, творим пространство, готовимся, приглашаем и на другие наши тоже мероприятия, которые у нас проходят в светоче. Пожалуйста, приезжайте, всем всегда рады и готовы делиться своими знаниями, опытом, многолетним. Ну, я думаю, каждый возьмёт для себя то, что ему необходимо или в сфере здоровья, или в сфере построения гармоничных отношений, или создания намерения. Ну, тем у нас очень много разных, охватывающих практически все сферы жизни, поэтому мы всех любим, всех ждём, и Колосвет тоже ждём с нетерпением. А Колосвет с нетерпением ждёт встречи с Светочем. Хорошо. Всем большой привет! Всех обнимаем! Обнимаем! И я просто предлагаю, что, как всегда, сейчас чуть-чуть спою благопожелание, вот такая руна, на усиление рода, вот чтобы действительно вот эти два крыла родных наших, отца и матери, чтобы они, как птицы счастья, осветляли пространство нашей жизни, оберегали и усиливали. Во славу Вершнего Солнца! Боже, Наш божь ярила, ярила, яр яр-яр-яр-яр-яр-яр, светлая сила, яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр. Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Яр-Я Слава весне, слава колосветочу, слава нам, славяне. Всех благ. Всех благ мира, гармонии, любви всей планеты Земля. Ура! Всем счастья! Ура! Субтитры подогнали Симон.